Субтитры сделал DimaTorzok 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 смотрите вон да да это может быть опасно игра головой мяч остается у его команд поджоги пожалуй хорошо и перехватил я отобрали мяч у соперника теперь можно начинать свою как-то меня не за атака остановлена но кто получит мяч и желательно это перехват мяча моим пока хорошо начинать атаку в обратную сторону грамотно распорядиться мячом здесь центры дровя слова возьмем того что зависла бегать что будет думаешь доски какие-нибудь пример того как не надо разыгрывать у главы был и надевить его в опорку а и и и и и на мой мозг оптически но правило есть правило говорите без дела поля неплохо здесь игрок мяч отобраны что дальше и тучу нет в отцопа походу вот это плохо когда он был и не будет страховать от 4 до 3 дескать все играет ну а ничего оттянул отмечал бы это может быть опасная атака владеет мячом команда и выбирает момент для отличный удар и голкипер вступает в игру можно выдыхать это угловой и пошла переносить до решил пробить ну давайте убегать еще но это тот случай когда полевой игрок может взять мяч руками отобрали мяч соперника теперь можно начинать свое блядь у меня тут кто прочитали папа статопилось отлично сыграно надо решать отлично оборну кому достанется мяч на игроку на стоял бы забегать по флангу защитник прекрасно обороняется не позволяет пройти на вес гвардат дачу за говно в этом матче будет спасами куда-то угловой редко выйти вперед по флангу брус и будь ниже жена кроме с кроме смотрит у волоса то волоса то в центре смещается а ну получается что-то получится пиздец тор 1 шоу делать их тихо 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 бомбежки нечего не надо смолить и протащили по флангу потом просто надо как-то в центр его нормально доставить может получиться интересная атака один стоп машина с какой-то еще масса там вообще на церкви перехват силикайте у них и другого на грани от сады бегают смотрите внимательно хорошо хорошо присоединяйте присоединяйте хороший посмотрим за этой атакой мяч идет в сторону а теперь готовьтесь бомжи еще не надо настраивать готовьтесь они теперь будут флангами пытаться забегать и вешать бутнику посмотрим это сложно вот уже понеслись давайте еще раз посмотрим как был забит мяч который вывел команду вперед папа статополус манданда архаве переводи это пас ваут для на лучше переводы делать на жесткую вот так жестко жесткий вообще на жесткую не было ближе к центре старайся жестко если уж хочешь как-либо жестко где-то я нашли хорош мультироги на чё там все было схвачено в любом случае я дотронулся сразу был свист но если бы он сам не прозевать избегания у меня выйдите по стенке менять он меня держит там защитить хорош лучше бы в этой ситуации было вынести сразу без вот этого пиздец спарта вот если первых заходите чехарды бы не было на в общем то есть когда много людей наше стрелки эта чехарда лучше вынес потом погодимся в центре чем мы от них будем пытаться из своих штрафматеров опасным выпуском сфальпу эй да чё как лучше ходить у нас что-то долго в этой игре как все хотят себя показать что ли не поймал не 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 именно в центре показывайте что хотите только не в защите давай 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 да забьем еще в принципе они так играют а дают забывать просто что ровно сейчас центр смотри сразу же бежит я столько насчитал целых четыре минуты не понимаю добран мяч надо возвращаться да можно и так потому что если ты здесь потеряешь это будет задница смотрите сейчас скидку в центр вот он стоит 88 ждет уже а может и сразу на него пойдет и скидка на и тут все души дорожить нужно мечом а не дарить его соперник защита надежно играет мяча рожь у пляху как он эту передачу надо было перехватывать иначе могли возникнуть проблемы отобрали мяч у соперника теперь можно начинать свою атаку скидка на скидка на скидка на у них на другом кланке сразу трое будет, центрально смещаются. Ну что, я сейчас бегал, они один ниже, один, получается, ближе к центру, еще издалит, еще один набегает. Да, они играют в два опорника, Авалына и Каннина в опорке хронт сап. Это плохо, что два опорника. Кто бежит? Тоски? Я не знаю, как раз они, я думаю, не прозевают его. Игроки отдохнули в перерыве и готовы снова ринуться в бой. Второй тайм начался. Блестящий отцыграл, теперь надо грамотно распорядиться мячом. Нарезно сыграно, что мяч не у него спешит. Там сейчас куча было. Вот, опять настроил одной точки. Центр, центр, центр. Хороший владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Вот мы весь пошли. Центр провалили опять. В обороне, вовремя блокировать удар. Ну, немного он все-таки был в положении в игре, согласен. Да что такое тут? Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Чем? Жесть. Центр, который хронил делает. Блин, он ушел. Гол! Они ведут в этой игре! И это его второй гол в матче, и это дубль! Счет 2-1. Гвардар. Не пошло тебе. Блядь, не тянишь ты меня, игра йога, маня. Хорош. Входят. Ой, обижал. Перехват мяча, и можно начинать атаку обратно. Стой, 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 блядь. Почему чужой дал, вы че гоните? Хороший игрок, глава. Удар, поворот. Блядь. Ложаться они под мяч, лишь бы не было гола. И че-то, видимо, кругу собрал. В пирму. Ну что это за пас? Просто подарили мяч сопернику. Шакири. Нормально. Это может быть опасно. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Надежно играть, защитник, атака прервана. Гвардату. И играть еще полчаса. Мяч у защитника он сыграл надежно. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч. Давайте, давайте, можем, едим. Зен, давайте в пас заканчиваем волейбол на план. Да мы и так только в пас играем, только на минуту. Теряем. Бросят поторопиться игроков-хозяев, болельщики гостевой команды, свистит их сектором. Ничего удивительного. Гости проигрывают, но хозяева отказываются форсировать события. Это ему абсолютно ни к чему. Нет, просто на самом деле сзади очень много короткого паса. И вот он нам два раза уже... Ну так да. Там привезли. Согласен. Дубу дарит. Сейчас он в сайту будет добред. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Вот это удар. Хорош. И на месте, голкипер. Забивать можно. Во всайде игрок вам денет судей. Ничего себе. Давайте я попробую. Дим, куда-нибудь сместись. Да ну почему у меня на него не идет-то? Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Попроб. В том случае, или к забросу пробуй. Аут. Там можно мне было дать. Открытие было. Не было времени. Это просто если он дает, то вверх покрывает. Посмотри по сторонам. Есть кому отдать бас. Этот навес не проходит. Они еще пытаются отсоединить. Надежно сыграл данный ситуации. Блять, даже не прыгнул. Да, какая-то игра опять пиздец. Фу. Тошнит. Столы передерживают. Да все у нас передерживают. Да нет, ну можно держать в центре. Сзади не надо. Потерял он мяч. В центре-то держите. Почему не? Можно продолжать атаку, ведь мяч у них. Движение очевидное. И сутья может показать карточку. Ужарит. Игрок получает. Перебинать господеса нам. Заходил даже не спорит с орбитрой. Того, что мы играли сегодня на тренеров, этого нет. Так, пиздец. Почему? Обидно мне очень. Чем заметь, мы первый забит. Панька, путь все. 20 минут до конца основного времени матча. Папа, статополус. Так, свисток мы слышали. А что дальше? Сейчас шире, сразу разбегайтесь. Растастуйте их шире. Конечно, фланговики вообще. Слава, куда ты побежал-то? Сейчас, если голову проявлю, что нам будет сделать заднюю? Так, пока мяч у тебя, я не знаю, что спевал. Через тору. Хорошая игра защитника. Чисто сыграна. Теперь выше все поднимаетесь. Хули нам терять нечего особо. Ну, не как Слава. Не надо в атаку бегать. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Бля, мяч, ты ела. Да сука. Хотя тонка сейчас сыграть, но вес тонка как известно там рвился. Неплохо действует игрок, мяч отобраный, что дальше? Посмотрим за этой атакой и пробил. О, чувак, пожалуйста. После ничьи остается один точный удар. С трудом сейчас мы слышим, как он работает с мячом, всех обыграл, какой удар, и удар мимо Варковича. Песня, они постоянно забрасывают, когда у них мяч, защитники не убегают. Охуеть, это чёрт, блядь. Это вообще на Диму целился, даже выкрутил. Как новый грох, так? Опасно, гол! Нет, а если раз по второй камень, то есть весны. Это, между прочим, третий гол, он оформляет хет-трик. Хет-трик оформляет игру, поэтому он не остановится. Его сегодня день, его сегодня матч поймал, он хорошую волну. Это ни к чему, конечно, так расстраивался. Да не расстраиваться, надо просто делать выводы. Смотрите, сзади надо учиться играть всё-таки понадёжнее, без начинания атаки. Всё-таки ЦЗ и КЗ не должны начинать атаку. Судья даёт продолжить игру, хотя в паузе может лишь жёлтый матч. Он не прав, но это просто, вот, вот, сегодня это опыт к матчу. Во втором виде как канала. Может быть другая бы команда, да, но не саммит. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Игра остановлена штрафовой. Команда послабее, может быть, да, позволит у нас, чтобы там начинали атаку от своих бородов. Здесь, видишь, Джонни все наши ошибки реализовал. Да, и отметим, что очень грамотно разобрался в этом эпизоде. Судья, он не стал свистеть в момент фола, оттал доиграть эпизоды. И лишь потом показал карточку. Спирла. Гвардату. Ну пиздец. Пасы. Пасы. Посмотрим, что поставьте. Удалось нейтрализовать атакующего игрока, кто будет первым на мяче. И вот потери в центре поля. Они нас двумя отсопами сожрали, они закрыли центр и все, у нас не пошло. Мы дадим и пару раз мяч давили нормально. Вот центр в отсопе и все, и у нас не пошли атаки. То, что с фланга получилось сделать. В финале свисток арбитра. Атака была сильнее. В полностью на центр перепрыгивание. В полностью на центр перепрыгивание. В полностью на центр перепрыгивание. Ну по статистике 10 ударов, 6 створ у них, 2 удара, 1 створ у нас. Владение 57 против 43. Отбор у них 20, у нас 13. То есть центр они выиграли в 2 раза считай. Угловых у них 4 у нас 0. Точность ударов фигня это все. Точность пасов ровная. Ну как бы. Тут не пасы уже сделали, а вот именно ударов. У нас пасов много, но мы видишь, мы эти пасы многие делали в своей штрафной. А они, грубо говоря, игрока забрасывали на фланг и уже начинали тоже в нашей пасоваться. Примерно пасовка одинаковая. Не, ну они побольше пасов все. Не, ну побольше, но я имею ввиду, что по владению, по процентам я имею ввиду, по сорт точно все примерно одинаково, но... А у них с кем отходить? По концу матча? Да. Нет, они все время так играют? Нет. Нет, они играли сначала 4-2. Они все время так играют. Я в позапрошлом сезоне играл, они по той же схеме не играли. Они играют таким образом, что 3 защитника переходят в 5 защитников. Ну, сейчас они нас спекли на самом деле на том, что они нам центр двумя цопами перекрыли. И на том, что вот первые два мяча мы, получается, им отдали, ну а третий там на вес хороший был. А первые два, вот да, там выбили бы мы сразу, не было бы вот этой продолжения атаки. Ну и в центре, конечно. Вот я говорю, вот видишь, ну это надо просто, это за день ты не исправишь. Это вот эта вот привычка играть на коротке 16 фифы. Вот эти постоянные пасы Барселона, особенно из центра назад. Вот они очень часто в этой фифе обрезаются. Очень часто. Если команда прессингует, как РТГ, как Амити, вы будете их много обрезать. То есть здесь иногда надо просто вынести, вот этот момент не пропустить, тогда надо тупо разрядить. Музыка. Огонь! Гринь. Огонь! 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 Продолжение следует...